Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Сегодня расскажу о партии, которая была сыграна 21 октября 1991 года. Моим противником был опытный кандидат в мастера, недавно переехавший в Екатеринбург. Опытный тренер, шахматист, который закончил КЦАЛИВК, Борис Георгиевич Камолов. Партия памятна тем, что это первая партия, которая была напечатана в газете. Эту победу опубликовали с комментариями в газете «Уральский рабочий». Также победа в этой партии позволила мне всерьез вступить за борьбу, за звание чемпиона Свердловской области. И итогом был дележ первого-второго места с моим другом Владимиром Авдеенко. Равные дополнительные показатели, неожиданно. И нас обоих провозгласили чемпионами области. Ну, надо сказать, что мой противник разыграл дебют третий, дебют, с которым очень плохо ориентируются молодые шахматисты. И я не исключение. То есть, я не получил, на мой взгляд, равной игры в этой партии. И работа над ошибками помогла моему противнику одержать очень хорошую победу в следующем году. В первом туре чемпионата Свердловской области, первенства Свердловской области среди мужчин 1992 года. Ту партию я тоже непременно прокомментирую когда-нибудь. Ну, надеюсь, скорее всего в этом году. Вот. То есть, вот победа в этой партии, как бы, была полезна не только мне, но и моему противнику. Итак, в дебюте рети белые вскрыли линию С. И сейчас получили преимущество двух слонов. На мой взгляд, у них уже есть небольшой перевес. Черные должны играть очень аккуратно. Конечно, слона можно было не отдавать, но я боялся, что после слона H5, G4, белые поставят пешку на D3. Толку от слона никакого. При случае только под F4 и F5 можно попасть. Вот. Ну, а здесь белые выбрали такой интересный план. Они хотят вскрыть игру ходом E4 и потом провести в D5. После чего два слона должны, конечно, дать им, ну, прекрасные шансы. Мне же казалось, что белым лучше пойти D3, потом E4. На самом деле, скорее всего, ходы примерно равноценны. У белых здесь приятнее существенно должно быть. Но большого перевеса, вряд ли у них есть большой перевес. Все-таки у черных нет плохих фигур. А белым слонам нужен простор. Слон F4, на мой взгляд, проведление. Может быть, стоило сразу E4 пойти. И вообще, место слона на F4 оказалось немножко неудачным, как вы увидите в дальнейшем. А6. Ну, не столько не пуская коня на B5, сколько стремясь при случае захватить пространство на ферзевом фланге путем B5. Вряд ли это хорошо для черных. И не исключено, что белым и здесь стоило пойти E4. А может быть, G4. Начать игру на королевском фланге. Раз уж они поставили слона на F4, так, на позицию, где он попадает под конь D5. Не исключено, что стоило пойти G3, G4. С идеей, там, король G2 потом, и затем G5, H4, захватить пространство. И только потом, может быть, провести E4. А может обойтись и без этого продвижения. А продолжить как-нибудь. H5, G6, если удастся. У черных особой контр-игры нет. То есть, ну, пойдут они B5. B4 не грозит. Там конь поскачет в район поля C5 сразу. Вот. Ход А4 меня порадовал. Ослаблен пункт B4. Туда немедленно идет черный ферзь. То есть, на ферзь B3. Черные готовы сыграть ферзь B4. Эншпель у них выглядит вполне неплохим. Ну, вот белые пытаются провести E4. И, наверное, уже здесь... Хотя, с другой стороны, при слоне на F4 опасаться черным E2-E4, видимо, едва ли стоит. Они возьмут, сыграют конь D5. Второго коня через B6 поведут. А вот G4, это была серьезная, на мой взгляд, идея. Ладья FB1, этот ход я не понял тогда. Но у него была серьезная идея. Идея была в том, чтобы заманить ладью на C4. Черные захотят сдавать ладьи по линии C. На C6 вставать нелогично. Там слон на нее нападает. А на C4 выглядит, ну, самое то. И тут следует E4. Черные не могут взять на E4. И мне пришлось серьезно напрягчать в этой позиции. И отыскать очень интересную идею. Ферзь B4 напален на пешку. Вроде бы белые вскрыли. Если бы ферзь пошел на E3, то, во-первых, есть ход E5. Во-вторых, есть ход слон C5. Ну, а в-третьих, может быть, даже и взятие на D5 есть. Может быть. Поэтому ферзь пошел на E2. Белые пожертвовали пешку. Хотят на ED сыграть слон E3, отыграть на D5 и получить прекрасную позицию. Но у меня нашелся очень серьезный ресурс. Ладья бьет F4. Все-таки ладья А1 и ладья Б1 фигуры, которые в игре не участвуют. А пожертвовав качество, черным удалось раскрыть белого короля. И хотя при слоне, при белопольном слоне создается впечатление, что мат поставить невозможно, и, видимо, так оно и есть, белые как сформулировать-то? Удивленные с такой сменой регистра достаточно быстро допустили ошибку, которая, на мой взгляд, является решающей. То есть ладья Е1 ход понятен. Черный конь не пускается на E5, откуда он мог бы поскакать дальше на G6 и потом на F4 или даже на H4. А после слона D6 черные хотят сыграть ферзь H2. И вот здесь, на мой взгляд, белым стоило скромно отойти слоном на G2. И ни в коем случае не бить на E6. Потому что после D, E, F, E скрылась линия F и у черных подключилась к атаке очень серьезная боевая единица. Вот теперь, на мой взгляд, компенсация за качество более чем достаточная. взять на E6, белые пока не захотели. У них в планах тотальные размены и дальнейшая реализация лишнего качества. Но выясняется, что не все так просто. После конь E5 черный конь подключается к игре. И теперь, если взять слоном на E4, то, в общем, взятие слоном выглядит очень опасным в связи с батареей слон плюс ферзь. Я не уверен, есть ли здесь что-то конкретное у черных. Но может быть, есть ладья F6 или ферзь H4 с идеей на слон G2 потом перекинуть коня на F4. Но, конечно, взятие ферзем проигрывает форсировок. То есть, стоило взять слоном Ну, просто белые испугались совсем уж открывать короля. Не исключено, что у черных есть какой-нибудь удар типа ладья F5 с идеей там ладью на G5 поставить. На слон бьет F5, конь F3. Вообще, может быть, слон C5 есть очень неплохой ход на F2 напали. И еще ферзь G3 угрожает. Может быть, из-за этого отказался мой противник. Что, скажем, проигрывает ладья F1 из-за ферзь G3. На король H1 ферзь бьет H3 и ладья F4. А на слон G2 конь F3 и надо отдавать ферзя так как на король H1 ферзь H2 мах. Да. Ну, а если слон бьет Е4 не проходит, то здесь после ферзь G3 вот эта батарея слон плюс ферзь выглядит неимоверно страшно и уже угрожает конь F3. Причем, позиция черных настолько хороша, что вот после ладья Е2 я позволил себе сделать подсветно противника неимоверно неприятный для него ход король H8. Сейчас белым надо принять какое-то решение угрожают коль Д3 например и уже точно ферзь бьет Е6 будет без шаха а значит будет последует коль Д3 с серьезной угрозой мата на H2 то есть даже ферзем на Е6 и на Д6 не откупится. Но ход, который выбрал мой противник он по-своему логичен. Ферзь хочет попасть на G2 и белый король будет уже в полной безопасности ну в относительно полной безопасности без пешки F2 все-таки по черным полям королевского фланга гуляет ветер. Ну а слон F1 позволила мне закончить партию форсированно ладья бьет F1 главный защитник белого короля уничтожен а неповоротливые ладья оказываются полностью связаны и после ладья F2 конь F3 белым приходится отдать ферзя после чего неизбежен пешечный эншпиль без трех пешек мой противник сдался эта партия позволила мне поверить свои силы жертва качества такая интуитивная посчитать ее было крайне тяжело укрепило мою веру в то что динамические особенности позиции зачастую важнее чем материал а ход DE позволил позволил подключить в бой ладью F8 которая сыграла решающее слово пожертвовав собой на F1 то есть еще еще и уроки как себя вести при защите сложных позиций удалось извлечь ну на этом я с вами прощаюсь с вами был международный красмейстер Роман Ивич подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки до свидания